Добрый вечер еще раз. Спасибо за то, что решили этот вечер провести здесь, в Электротеатре Станиславский. Меня зовут Михаил Козырев. Я вам помогу узнать как можно больше по поводу проекта, который мы сегодня презентуем. Но давайте для начала, как следует, поприветствуем людей, которые этот проект придумали. На сцену я приглашаю продюсера проекта Эда Ратникова, хореографа Эдварда Клюга и Диану Вишневу. Значит, когда несколько месяцев назад Эд сказал мне, что будет вот такой вот проект, я сказал, ну ты знаешь, сто слов можно рассказать, но можно какую-то картинку. И тут он мне прислал маленький фрагмент того, что будет из себя представлять Sleeping Beauty Dreams. И я абсолютно обалдел. Несмотря на то, что наверняка на каждой пресс-конференции люди вам говорят, что мы презентуем что-то особенное, что-то настоящее. Я вам хочу сказать, что это совершенно невероятная, революционная постановка, которая будет презентована, примеры ее этой осенью, будет презентована она в нашей стране, в Мариинке и в Крокус-Сити-Холле. Потом она поедет по стране, но самая революционная в ней заключается в синтезе современного танца и потрясающих передовых компьютерных технологий. Мы сейчас постараемся в течение ближайшего получаса вам максимально объяснить и показать, что это будет из себя представлять. А вы пообещайте мне, пожалуйста, что вы это запомните и придете на премьеру, потому что, как мне кажется, мы находимся на пороге прорыва в какую-то совершенно новую реальность, театральную реальность 21 века. Я вам честно скажу, я видел очень много разных шоу, включая современные цирки мира, авангардную хореографию. Такого, судя по тем фрагментам, которые вы увидите, я не видел никогда. Передаю слово продюсеру проекта, Эдуарду Ратникову. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады вас видеть. Спасибо, что вы посетили нас сегодня. Сегодня мы представляем наш инновационно-революционный проект «Сны спящей красавицы». Я подчеркиваю, именно «Сны», а не «Спящая красавица». Это, как Михаил справедливо отметил, симбиоз, синтез разных совершенных ипостасей и форматов, которые до ныне не были никогда никем совмещены в одно драматичное действие. История очень проста. Все знают историю «Спящей красавицы». Девушка, принцесса Аврора, прекрасная принцесса, спала сто лет перед главным событием в ее жизни. Что снилось принцессе, никто не знает. Наша история о снах принцессы Авроры, о ее страхах, о ее искушениях, о ее борьбе демонов и ангелов. Это очень драматичная и интересная история, которую, например, мне приятно вспомнить после премьеры в Нью-Йорке. Публика говорила, мы посмотрели, но хотим еще. Я надеюсь, публика в России это также оценит уже скоро. Очень интересная плеяда креативной группы, которая работала над этим шоу. Должен отметить Тобиаса Гремлера, который создал, собственно говоря, всех этих цифровых аватаров, которые олицетворяют страхи, искушения принцессы Авроры. Тобиас – это артист наших цифровых аватаров. Должен сказать, что когда мы работали над нашим шоу, Бьорк ждала несколько месяцев, пока он закончит, чтобы начать работу над своим шоу. Я думаю, что многие из вас видели ее прекрасную работу. И, честно говоря, мне она очень сильно напоминает наше шоу. Барт Хесс, который создал нам вот эти замечательные костюмы, голландский модельер-дизайнер, достаточно тоже широко известен в большой индустрии. Это модельер, который делал, дизайнер, который делал костюмы Леди Гага в двух последних турах. Музыку написал Тайс Ван Влегер. Это участник, основной, пожалуй, участник группы Нойзия. Но должен сказать, что ничего общего с Нойзией музыка нашего шоу не имеет. Это совершенно захватывающее дыхание, вызывающее мурашки на коже музыка, которая вместе с блестящим танцем Дианы и блестящей хореографией Эдварда Клюга выглядит просто невероятно. Вы это должны увидеть. Ну и должен представить вам Эдварда Клюга, наш совершенно гениальный хореограф. Должен подчеркнуть, что работа Эдварда – это не просто хореография, это работа с технологиями, которые от сенсоров передаются на экраны, в ритме, в плавном движении танца, иногда не в плавном. Это великолепная работа. Я горд представить ее вам сегодня и передаю слово Миши. Ну, давайте так, я вот как первокласснику объясняю, что это такое. Мы не знаем, что снилось Авроре в сказке «Братьев Гримм» за те сто лет, пока она спала. И, конечно, напрашивается вопрос, любопытно, что его задали только сейчас. А что ей снилось? Какие dreams have shuffled off this mortal coil? Что приходило к ней в голову? Какие демоны? Какие страхи? Какая влюбленность? Через что эта спящая душа проходила сквозь это столетие? И, наверное, надо было дождаться совершенно фантастических современных технологий, чтобы выразить эти сны в танце. Вы сегодня увидите, как осуществлялась эта постановка. Но дело в том, что главной героине приходится существовать на сцене только в собственной физической оболочке, которая опутана специальными сенсорными датчиками. Но и существовать в проекциях на экранах, в которых она может превращаться в какие угодно вымышленные образы своей собственной фантазии. И вот в этом, на этом стыке, включая еще и танцоров корды балета, рождается какая-то совершенно новая вселенная в этом спектакле. Поэтому я хотел бы в первую очередь задать вопрос Диане о том, вот эта новая технология с сенсорами, насколько было сложнее репетировать по сравнению с обычной балетной репетицией? Добрый вечер. Ну, хочется начать еще с того, что как вообще пришло и что это такое. Потому что мы понимаем, что спящая красавица – это определенный символ балерины. Даже не лебединое озеро, потому что лебединое озеро – это как бы борьба белого, черного. И это девушка-птица. Все-таки спящая красавица – это такая, знаете, балерина, которой шкатулки. Или вот абсолютный символ именно балерины. Но этот спектакль совершенно не балет и даже не современный танец. И поэтому не будет зрителей, которые поделятся на тот, кто любит современные, или тот, кто будет отставить классические. Это совершенно вообще новый жанр. Это действительно art and dance performance, как мы его назвали. Потому что нету ничего похожего и не было. И то революционное цифровое. Я никогда не думала, что мой партнер, мой персонаж будет цифровой. И я буду именно с ним в диалоге не как оформительско-декоративно, а именно с ним находить ту историю, что происходит именно в моем виртуальном мире, то есть спящей красавице, которая спит именно в сегодняшнем дне. Поэтому мы не осовремениваем, мы не редактируем, мы не дописываем историю спящей красавицы. Мы просто взяли эту идею, этот сегмент, это большое белое пятно и пробел, который не был никем раскрыт, что же происходило, как изменилось. Человек, который спит сто лет, даже если он спит литургическим сном, он просыпается совершенно другой эпохи. И что с ним происходило, и каким он проснется, это нужно прийти и увидеть. И через какие коллизии в ее внутреннем мире, в ее образности, воображении, с чем она сталкивается, и как она с этим справляется. Все-таки сложность репетиции с этими сенсорами. Сколько их на вашем теле всего? Тринадцать, наверное. Тринадцать? Я не знаю, я назвала свою любимую цифру. Но около того. Ну понимаете, да, сначала материал был... Во-первых, проект формировался около двух лет, потому что планирование связано не только с людьми, а с огромными влияниями денег и технологий. Это очень дорогое, даже не удовольствие, а работа. И только два года это все рождалось в наших снах и в наших головах. Команды, которые собирал автор идеи Рэм Харс. Дальше мы передали это сейчас, это Эд Ратников. А потом только начались репетиции. И, конечно, очень важно, что каждый художник топовый на своем уровне, в своем жанре, он должен быть не индивидуалистом, а уметь работать в команде. Это огромная большая сложность. И вот собрать такую команду, которая будет рождать этот спектакль, эксперимент и быть в таком тяжелом процессе. И, конечно, это первый мой опыт, невероятно. Это новый этап какой-то в моей жизни. И, конечно, я искала этот синтез, потому что мне интересно будущее развития театра, будущее, спектакль будущего. И вот тот прогресс, те технологии, которые невероятной быстротой шагают в наш мир. И, конечно, они прежде всего отражаются в театре, потому что это самый динамичный вид и жанр искусства. И насколько мы должны бы не потерять ту историю творчества и интеллектуального контента внутри, чтобы это действительно не просто превратилось в шоу-энтертеймент. И это меня всегда волновало. И вот я надела на себя сенсоры и стала работать с партнерами. Но это было очень трудно. Сейчас я передам слово Эдварду, он это расскажет, потому что я была все-таки немножко внутри процесса, но руководил он, и очень это было непросто. Эдвард, скажите, насколько вот эта постановка была новым вызовом? Что было в проекте самого интересного и что самое сложное? Это было почти два года назад, когда я был приглашен в этот проект. И я был приглашен в двух вещах. Первый – это работать с Дианой, который я знал, и я следил ее, обмирал ее. Она одна из самых харизматичных и лучших танцеров нашего времени. Почти три года назад я был впервые привлечен к этому проекту, и у меня прилетли особенно две вещи. Первая – это работа с Дианой, которую я знаю давно, которую я уважаю и обожаю. И выпал шанс поработать с ней в первый раз. И второе – это тема. Я думаю, что это интересно, что «Слепая красивая мечта» и идея, что «Слепая красивая мечта» было мечтать за 100 лет. Я думал, что это было новое. И второе – это сама тема, сама идея «Сны спящей красавицы». Мне захотелось понять, что же яснилось в течение стадии. Но когда речь зашла о технологиях, это был совершенно новый опыт для меня, новой территорией работы. Был небольшой опыт до этого, но небольшой. Литерально. Потому что я не знаю, если я это делал с вами, потому что мы были так busy работаем не уверен, что я говорил вам это до этого. Но я до этого имел опыт с сенсорами работы, небольшое сольное выступление для инсталляции. Но все изображения, аватары были очень базовые, очень бедно сделаны технологично. Но я понимал, что значит это live tracking system – отражение движения через аватар. И у меня было понимание, что это будет непросто. Но, собственно говоря, мы делаем какие-то вещи как раз не потому, что они простые, а потому, что их сложно сделать. И это было очень сложно. Мы говорим о мечтах. И когда ты пытаешься мечту принести, реализовать в репетиции, она становится реальной. И тебе нужно найти баланс между реальной хореографией, которая через проекции, создаваемые танцором, в нашем случае Диана, через виртуальную реальность. И, с другой стороны, благодаря ее движениям, ее поведению, виртуальная реальность становится реальной по факту. Это технические моменты нашей работы. Один из самых главных вопросов был, как дать принцессе пройти весь этот путь через свои сны. И, как я понял, сейчас работая над проектом последние полгода, это очень личная история, несмотря на все масштабные технологии и эффекты, которые используются в перформансе. И после того, как мы уже сделали, например, шоу в США, приключение продолжилось, путь продолжился. Теперь мы будем добавлять какие-то новые информации, мы будем улучшать шоу. И в России мы будем еще более довольны результатами. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что Эд может рассказать о путешествии, которое предстоит со времени премьеры в сентябре, и о географии спектакла Sleeping Beauty Dreams. Я хочу подчеркнуть, что мы с вами сегодня присутствуем при запуске не национального проекта и даже не интернационального. Это проект земного шара. Путешествие, которое начинается отсюда, из России, и перекинется на разные континенты, включая... Сейчас это перечислить сам. Ну, собственно говоря, я должен подчеркнуть, что шоу «Сны» — это не российское шоу. Это шоу, которое делает американский продакшен, американская компания для мира. Так вышло, что продюсер его из России, промоутер с большим стажем работы, со своей репутацией, с большими контактами и связями, который поверил в эту идею, которую я обсуждал с нашим креативным продюсером, Рэмом Хасом, какое-то количество времени назад. Идея была достаточно интересна и ошеломляла своей простотой. Этот продакшен создан для мира. Мы готовы штормить мир, как только закончим наши премьеры в России. Мы перемещаемся в Соединенные Штаты опять. У нас довольно большой тур по Америке. Мы выступаем два шоу в Нью-Йорке, потом мы едем в Чикаго, потом в Бостон, потом в Атланту, далее Даллас, потом Хьюстон. Потом у нас ждем подтверждения мексиканских выступлений. Потом нас ждет перерыв на новогодние праздники, после которых мы продолжим на Западном берегу. нас ждут выступления в Вегасе, в Сан-Диего, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Сиэтле. Также мы рассматриваем варианты Ванкувера, Монреаля, Торонто. Далее нас ждет небольшой перерыв на летние каникулы, после которых мы вернемся в Европу с огромным туром по Европе. Это большой и очень интересный коллектив наших технических участников этого проекта. Видеодиректор, с которым нам очень приятно работать, и Эдвард это тоже совсем недавно еще раз отметил. Известен своей работой с цирком Дос-Алей. Это очень требовательные, щепетильные к мелочам, очень хорошо организованные, аккуратные, ответственные люди. Я думаю, что с этой командой мы сможем показать миру это шоу во всей его красоте. Должен признаться вам, что у нас есть Каст-1 и Каст-2. Конечно же, прима балерина Диана Вишнева наш основной состав, с которым мы проедем практически все российские города. Но также выступает и второй. Я хотел узнать у Дианы и у Эдварда премьера в Майами. Какие у вас были впечатления, и как вам показалось, как реагировала публика на шоу? Ну, это было как раз-таки в очень удачный момент Art Basel Festival современного искусства. Это как никак не может быть и лучше собрать аудиторию, которая именно нацелена на современность. И это было очень нервно, потому что не только все зависело от нас, а, конечно, монтаж технологий, чтобы они заработали. И если один сенсор отказывал или отключался, то терялось движение аватары. И это все нужно было очень много проверять. И я понимала, что вся ответственность все равно лежит не то, что на мне, но я одна на сцене. И зрители в зале, я одна. И вот цифровые аватары, которые я не знала, можно ли на них рассчитывать. Поэтому это был такой очень стресс. И моя профессия вообще сопряжена со стрессом. И я человек стрессоустойчивый. Но такого нервного состояния я не испытывала никогда. Но после этого люди как-то кланились и говорили спасибо за то, что вы делаете, и несете в мир что-то, и двигаете земной шар. Это правда, что этот спектакль это самое длинное ваше нахождение, постоянное на сцене? Ну да, практически да. Сколько по времени? Ну, два акта, каждый акт около 35 минут. У меня был проект моноспектакля с Каролин Карсон около 40 минут. Да, сейчас это два акта. Но, понимаете, там все равно ты в своем пространстве, ты в сценическом пространстве, а здесь ты в цифрофом, виртуальном. Это немножко очень неудобно и ты себя там чувствуешь пока. Слишком ново. Эдвард, Майами. Это был абсолютно новый опыт. И люди пытались понять, что это вообще происходит. То есть, по факту, это неживой, нереалистичный акт действия. И определение представления как арт-перформанс, творческий перформанс показывает, что это совершенно новые театральные опыты и новый опыт представления в целом. Но, когда мы начали исполнять, реализовывать это представление, мы поняли, насколько большие пропорции вообще всего происходящего. И быстро мы пытались найти решение, чтобы быть более эффективными, быстрее и практическими, когда это касается следующих перформансов. Поэтому каждый новый шоу это очень важная опыт для нас. И мы старались найти способ быть эффективнее, быть быстрее. И таким образом, каждому новому шоу мы делали какие-то улучшения. Вопрос к Эду. Какое количество аппаратуры и техники приходится, придется повести за собой по стране? И какие параметры вы применяете к площадке, чтобы понять, можно там осуществить вот Sleeping Beauty Dreams или нельзя? Первые выходы на сцены нашего шоу мы планируем реализовывать только в театрах, где есть сценическая арка и дух театра. Потому что, как ни крути, это Великий Чайковский, по мотивам которого создано это шоу. Кроме Дианы, на сцене, естественно, присутствует принц Питер, также присутствуют танцоры кордебалета. Их основная миссия фиксировать некоторые ощущения, передавать, подчеркивать. Там есть разные сцены. Я не буду раскрывать вам всего, но это довольно взрослое шоу для взрослых людей. Шоу состоит из очень простых элементов на первый взгляд. Вы видите огромный сферический экран, который дает вам полное ощущение присутствия всего, что происходит. На премьерах мы делали еще вспомогательный экран, прозрачный, и делали проекцию, но сейчас мы от этого отказались. Все оборудование умещается всего в трех траках, но занимает довольно емкое время для его инсталляции. и настройки, потому что все свежее пока. Например, количество компьютеров за пультом просто зашкаливает. Такое впечатление, что это шоу компьютеров на контроле фронтов хаус. Десять? Двадцать? Сто? Ну, это довольно... Если вы посмотрите, например, на шоу корейской группы BTS, вы увидите там просто два ряда этих компьютеров. Наше шоу, конечно же, немножко скромнее, немножко другая задача, но тем не менее технологии на сегодняшний день занимают в нашем шоу очень большое место. Эдвард создал вместе с нашими танцорами совершенно феноменальную историю. Нам трудно подобрать слова, чтобы передать вам те ощущения, которые вы можете почувствовать, глядя на это шоу. Потому что ощущения самые... У вас могут бежать мурашки, вам будет местами страшно, непонятно. Но это борьба, которую вам транслирует наша прекрасная прима. Так блестяще, что вы это чувствуете, вы это чувствуете через мурашки на коже. Давайте дадим возможность вам задать вопросы к присутствующим. Если у нас есть лишний микрофон, да, в зале есть, да. Пожалуйста, вопросы. Я, к сожалению, из-за света не вижу, где микрофон. Да, вот. Спасибо. Время для вопросов закончилось. Нет, давайте хотя бы пару-тройку, потому что мы уже готовы заканчивать и показывать вам видеофрагмент. Да, вот микрофон, пожалуйста, в первом ряду. Нет. Надо включить. Нет. Нет. Довольно трудно представить, как все это будет выглядеть. Мы будем вас видеть на сцене физически или будем видеть только проекции? Вы нас так заинтриговали, но я все-таки хочу... В любом случае мы хотим прийти и это увидеть, это безусловно, но как это все-таки, это вы живая или вы виртуальная? Вы будете присутствовать в зале в момент спектакля? Это каждый раз будет рождаться заново или это запись? Нет, как раз таки никакой записи не происходит, что связано со мной. Могут быть пререкординг, аватары, проекции, но это минимальное количество времени. Я буду двигаться, я буду танцевать, и я буду... За моей спиной будут огромные семиметровые аватары, которые будут меняться в измерениях, передвигаться, увеличиваться, тоже передвигаться, переворачиваться. Ну, то есть все возможные диджитал-возможности, предоставленные хореографу, он будет использовать. Но двигать ими буду я. То есть от моих движений они будут оживать. Поэтому мой танец будет в диалоге и с историей с этими персонажами, которые постоянно будут меняться. То есть фантазия снов, она будет развиваться, что происходит. Поэтому это пять аватаров. И во втором акте меняется совершенно тоже другая уже история. Я думаю, что как раз три фразы, простите, три слова. Страхи, искушения и соблазны, они очень хорошо характеризуют саму сущность этого шоу, потому что на протяжении всего шоу принцессе Авроре приходится бороться со всеми этими явлениями, которые ее обревают в ее снах. Очень смелые подчас. И она это делает просто божественно виртуозно. Кроме технологии, конечно же, на первом плане это танец Дианы, который один на один в некоторые моменты нашего шоу остается со всеми этими демонами. Это очень жесткая иногда борьба, в которой, конечно, побеждает добро, любовь и танец Дианы. А можно уж тогда, раз микрофон у меня в руках, я не готова так быстро его отпустить. А какой-то из снов, которые вы будете танцевать, какой-то из этих снов вам когда-нибудь снился? Ну, сны – это же фантазия, это же воображение. То есть это встреча со своим внутренним миром, со своими внутренними образами и своими действительно страхами. И то, что в жизни тебе кажется, что что-то такое пустячное, то в снах это вырастает в какой-то глобальный вулкан, катастрофу и огромные размеры. Так вот эти размеры обретают вот эту цифровую сущность аватара, который, конечно, доминирует. Но важно было сделать, чтобы не доминировали технологии и найти эту возможность рассказа и существования в диалоге с несуществующим, неоживленным персонажем. И вот это был определенный вызов. И я рада то, что все равно победил человек в этом шоу, а не технологии. Что мне казалось, что такой экран и такой масштаб персонажа за моей спиной Симметровой, он просто меня убьет, как комара. Но в итоге зритель выходил и получал именно эмоцию от того, что происходило со мной. Вопросы? Пожалуйста. Диана, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот на экране мы видим Гомеса, а вы его не называете. Кто все-таки будет ваши партнеры и кто танцовщики, которые вас окружают в этом проекте? Да, Гомес танцевал премьерные спектакли. Это моя сценическая половинка. Я очень рада, что мы вновь встретились на этом проекте. Но тур по России и по Америке стал формироваться после премьеры. И, как вы знаете, некоторые контракты уже подписаны за год, за два. И он просто не смог, он не свободен. И будет танцовщик из Штутгарта, Мэрай Мэдекарт. И Денис Савин из Большого театра, который вот внедряется в наш такой совершенно сногсшибательный проект. Я очень рада, что у меня два таких замечательных партнера, у которых невероятный опыт работы со многими хореографами и невероятно сильное артистическое нутро. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Дайте знать. Поднимите руку. Микрофон у нас здесь. Есть еще вопросы? У меня тогда, наверное, заключительный вопрос. Можно я бы разобраться? Я же заполняю паузу. Дожидаюсь вас. А расскажите, пожалуйста, про костюмы. Потому что я вижу у кордебалета там какой-то очень интересный образ, кто над ними работал в команде. Да, это невероятный артист-художник Барт Хесс из Голландии. И он работает в таком авангардном, футуристическом. И он очень чувствует пластику тела и работает совершенно невероятными тканями, которые именно могут быть светоодиозными или приобретают определенную форму под теми новейшими технологиями именно света. И форма, и текстура, структура, это все очень важно. Это вот то, что его работа. И он впервые, по-моему, работает с танцем. Вот. Очень интересный художник. Еще? Давайте вот какой момент просто. я попытаюсь прояснить. Это вопрос и к Эдварду, и к вам, Диана. На протяжении всей вашей карьеры вы ломаете рамки того, что принято в балете. И наверняка на каждом этапе у вас есть сопротивление и критики, которые хватаются за голову и говорят, знаете что, вот это не балет. Что угодно, но балетом это назвать нельзя. я предвижу такую же реакцию и в отношении Sleeping Beauty Dreams. Что бы вы им заранее ответили? мне кажется, вот с этим спектаклем не возникнет такого ощущения, что это не балет, а мы не говорим, что это балет, мы говорим, что это новый формат спектакля будущего. Поэтому я говорю, здесь не будет разделения на консерваторов и передовиков, которые любят современный танец. здесь абсолютно синтез жанров и синтез вот этой собранной креативной команды со всего мира и это невероятно, что этих людей собрали, они встретились и создали вместе что-то. ответ критикам. Well, I believe in the language of dance, whatever language is that. Я верю больше в язык танца, каким бы он ни был. And also in this case, we are talking about a project which is not targeting only the ballet lovers. but it's an experience that needs and wants to be shared with larger audiences. So once again I have to say that it's an theatrical experience. in which people can discover many different elements. Это тот опыт, где люди могут найти для себя много разных элементов. And I'm sure that also the ballet lovers will find very interesting to experience you know the 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 classical fairy tale and I'm not saying Petipa. And I'm not saying Petipa. before me and after me did it on Prokofiev. Очень много великих хореографов выступали. So many choreographers before me and after me created on Prokofiev's score. Да, и после этого был создан перформанс на музыку Prokofiev. So therefore I decided to do it on Radiohead score music. В классике мы слышим Prokofiev, а потом был создан спектакль под музыку Radiohead Ромео и Джулиетта. And of course people like what is this? And was even not Romeo and Juliet was Radio and Juliet. То есть сначала люди не понимали что это такое это не Ромео и Джулиетта а Radio и Джулиетта. So and you know ballet lovers were quite скептикал и любители балета классического были скептично настроены but later on in few years it became an international hit but после этого этот спектакль стал международным хитом. So personally I'm open to everything and this is what we expect from you. And this is what we expect from you. and we hope that you too. I want to to point out the выступ of my colleagues and partners that I guarantee you that you are going to something that you have never seen or do do and that you absolutely close and clear and that you will пережive вместе with this you will be to себя на мысли, что вам страшно в хорошем смысле, мурашки на коже. Наш прекраснейший композитор Тайс Ван Влегер создал невероятную музыку, которую мы вместе с помощью опять же технологий представим зрителю в виде акустической системе Lisa Sound. Это полное ощущение Dolby Surround в концертном исполнении. Некоторые элементы будут вам слышны откуда-то из-за угла, откуда-то сзади, откуда-то сверху. И это будет ощущение полного присутствия. Конечно же доминируют в нашем шоу живые люди, живой прекрасный танец. Но он синтезирован вместе с такими невероятными современными технологиями. И мы попробовали, рискнули это сделать. Мне кажется, у нас получилось. Я могу это смело заявлять, потому что те премьеры, которые были реализованы нами в декабре, были просто прекрасны, сногсшибательны. Сейчас, как заметил Эдуард, мы некоторые шероховатости дошлифовали. Представим их вам буквально в сентябре, 14 и 15 сентября на Мариинской сцене в Санкт-Петербурге, в Крокусе в Москве, далее в Нижнем, потом в Казани, Екатеринбурге, Самаре, Воронеже, Краснодаре. Мы ждем вас на наших шоу. Я вам гарантирую полное, абсолютное удовлетворение и прекрасное впечатление. На самом деле в команду брали только мужчин с именем Эдуард. Эдуард Ратников, Эдуард Клюк и Диана Вишнева. Поблагодарим. И сейчас мы сойдем с этой сцены, чтобы показать вам буквально шесть минут, снятых из-за кулис во время репетиции. И вот эти шесть минут меня и срубили вообще. Спасибо вам большое за внимание. Посмотрите обязательно видео. Обязательно посмотрите. Спасибо.